Всем привет! С вами Айка! Спасибо, что заглянули на мой мукбанг. Сегодня у нас макароны по-флотски, вот такой обалденный салатик. И еще сок. Сок маленький, поэтому я подготовила еще и чай. Прежде чем начать, мне бы хотелось попросить вас, кто смотрит меня без подписки. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь в такой сложный период. Для блогеров очень важна ваша поддержка. И вы знаете, что я стремлюсь к кнопке, и каждая ваша подписка это небольшая капелька в океан, который я хочу заполнить, поэтому мне будет очень приятно. Пожалуйста, кто не подписан, просто нажмите эту кнопку. А кто кушает, приятного аппетита! Давайте приступим. Очень вкусные макарошки. Взяла много. Не знаю, если съем или нет все. Встречу сегодня на пару вопросов. Посмотрим, насколько успею. Первый вопрос задают Жаным. Жаным, тебе огромный привет! Алька, здравствуйте! Очень аппетитно кушаете. Спасибо большое! Хотелось бы задать вопрос по поводу монетизации. Веришь ли ты, что монетизация в России включится, и планируешь ли ты выйти на новую работу? Я считаю, что даже если монетизация включится, уже нормальной зарплаты именно с российских зрителей не будет. Почему? 90% рекламодателей Ютуба, те компании, которые покупали в Ютубе реклама. Это были зарубежные компании. И после их ухода не думаю, что реклама будет стоить дорого. Даже если все вернется, и Ютуб в один день скажет, все, я включил монетизацию, все равно уже тех денег не будет. В этом я уверена. Как у нас формируется зарплата? Рекламодатели покупают рекламу Ютуба. Эта реклама всплывает вот здесь где-то. Вам эта реклама выходит, вы можете ее пропустить. Если вы пропускаете, мы не получаем ни копейки. Если же вы досматриваете ее до конца, блогеру идет копеечка. Всем, кто досматривает, огромное спасибо. Также у нас идет доход с Ютуб премиум. Есть люди, которые покупают подписку, чтобы у них не всплывала реклама. И вот с этих людей мы очень хорошо зарабатываем. В общем, ситуация непредсказуемая. Никто не знает, как будет, что будет. Мы можем лишь предполагать. Ничего более. Ну, посмотрим, как оно там будет. Будем надеяться на лучшее. Естественно, это сказалось на русскоязычных блогерах. Например, у нас есть блогеры в Азербайджане, у которых тоже почти столько же просмотров, как у меня. У кого-то больше. Кого-то каждое видео там по полмиллиона набирает. У них никаких проблем нет. Насчет работы. Я пока что не ищу работу. Я пока что в ожидании. Мне настолько нравится делать контент. Не потому, что я лентяйка и не хочу возвращаться на работу. Просто я знаю, что если я вернусь на работу, я буду снимать гораздо меньше контента. Не знаю, не хочется мне. Конечно, в безвыходной ситуации мне придется. Но пока что ситуация не настолько плачевная. Многие говорят, вернись на свое старое место. Вы думаете, когда вы уходите с работы, вам не ищут замену? Везде уже работают люди. Я не могу сказать, что я нахожусь в состоянии депрессии. Не могу сказать, что эта ситуация меня сильно напрягает. Я как-то смирилась и живу дальше с этим. Понимаю, что другим людям еще хуже, чем мне. Мои проблемы это ничего по сравнению с проблемами других людей. Поэтому все нормально, все пучком. Самое главное, у меня нет кредитов. Я никому не должна. Нигде нет рассрочек. Наоборот, у меня есть кое-какие накопленные средства, которые я могу спокойно тратить и жить. То есть в этом плане все хорошо. Так вкусно. Макарошки просто нечто. Хотя их здесь много, невозможно устоять. во всем нужно. стараться искать положительные стороны. Даже в самых ужасных ситуациях. Например, цена за нефть поднялась. Правильно. А у нас страна экспортер нефти. Плюс, не плюс. Кто-то мне написал. Как меня достали эти разные центры, которые предлагают свои услуги. Ну, блин, если я захочу, я к вам обязательно обращусь, ребят. Звонят. Предлагают обследование. по супер хорошим вкусным ценам. Вот такая назойливая реклама. Реально очень сильно раздражает. Подбешивает. Ну, купите где-то рекламу. Что это за мода? Звонить и предлагать свои услуги. А может, я сплю. А может, мне какие-то важные дела. Может, я за рулем. Ладно бы какую-то смс-очку там написать. И то, я считаю, это неприемлемым. Нормально уважающаяся компания купит в инстаграме рекламу. И все. Расскажет о своих услугах. А вот этот спам вечная рассылка раздражает. Я просто блокирую. Вот мне интересно, кто дает этим компаниям номера людей. «Смех». Мы из компании такой-то, такой-то. Но вам предлагаем пройти полное обследование. Вы можете проверить свой кишечник и почки. При чем здесь мои почки? Ты утром просыпаешься? вот вчера у меня было. Я утром встала, сняла мукбанг, сделала все свои дела, потом легла спать. И вот я легла спать, только заснула. Время где-то два часа и мне звонят с предложениями своих услуг. Назойливая реклама всегда выбешивает. я однажды пошла на собеседование. Вроде как было написано менеджер продаж, хорошая зарплата. Офис в центре города. Я пошла на собеседование. Короче, мне задали очень много вопросов. И сказали, вы нам подходите идеально. Дали список номеров телефона и сказали, ваша работа будет заключаться в том, что вы будете звонить по этим номерам телефона и предлагать нашу продукцию. и ваша зарплата формируется в результате продаж. я потом уточнила, говорю, а что предлагать надо будет? Какао бобы. Бобы для похудения. Я такая думаю, насколько это законно вообще? Могут из-за этого вообще посадиться? там действительно какао бобы или что-то другое? Короче, полная лажа. Но с Азербайджанем с недавних времен, насколько я знаю, блогер даже несет ответственность за то, что он рекламирует. Например, если ты рекламируешь какую-то гадалку, экстрасенса, за это может быть ответственность. То есть это считается как мошенничество. Вот. Поэтому с такими вещами надо быть очень аккуратными. Звонить и предлагать всем купить какие-то какао бобы, которые чудесным способом обязательно всех исцелят. много у меня в собеседовании было. И вы знаете, что я поняла? Я поняла, что я не хочу работать ни на кого. я хочу работать на себя. Вот если с Ютубом ситуация останется такой же, какая есть сейчас, я обязательно придумаю для себя какую-то работу. Но я буду работать на себя. у меня есть деньги, которые я хотела вложить, например, в машину. На эти деньги я могу что-то придумать. У меня есть очень много идей. Это не магазины, не шоурумы. Например, построить парник и выращивать, например, клубнику. и зимой, и весной. Потом продавать ее. Или, например, выращивать цыплят, потом продавать яйца. Тоже в очень крупном размере. У меня у одногруппницы был парень, который ухаживал за ней. И этого парня она рассказывала, нету ни отца, ни каких-то влиятельных родственников. Но у него была дорогущая машина, и видно было, что он очень хорошо зарабатывает. Как-то один раз я спросила у нее, чем он занимается. И она просто показала мне фотографию. Фотография была помещением где-то 300 квадратных метров с таким потолком круглым. Ой, как вкусно. И в общем, он выращивал цыплят. Цыплята превращались в бройлеры. И потом он продавал их на мясо. Занимался этим очень крупно, профессионально, делал все прививки и зарабатывал очень хорошие деньги. Я уже давно подумываю над чем-то своим. Поэтому, наверное, хочу заняться каким-то своим бизнесом. Пока что не знаю что, но что-нибудь. На этом все. Кому не сложно, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Буду очень благодарна каждому из вас. А с вами была Айка. Пока.